Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы рассматриваем воскресное евангельское чтение, которое пытается пробудить нашу душу от той греховной вкусности, в коей мы обыкновенно пребываем, и давайте мы поначалу даже просто вот заслушаем этот текст, внимательно его выслушаем. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. И так будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Вот, дорогие братья и сестры, по большому счету весь этот текст, он о подлинной свободе нашей души и о подлинной силе. Потому что слабый человек как раз это человек гневливый, который легко увлекается чьей-то злобы, негодует на другого, видит в каждом врага или там, ну даже если не врага, но быстро впадает в какое-то негодование. А вот если мы посмотрим, например, на таких фактически в наше время живших людей, как Паисий Святогорец или Гавриил сам Таврийский, которые запросто принимали бесчестие и при этом с искренней любовью относились ко всем, то мы увидим, что именно у них была подлинная свобода души и подлинная сила души. И вот Спаситель пытается до нас донести очень важные правила. Самое первое, то, что мы здесь читаем, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вот на самом деле это такое золотое правило, золотое нравственное правило, о котором свидетельствует даже сама наша совесть. И суть этого правила в чем? Вот как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди? Ты хочешь, чтобы с тобой подло поступали, предавали тебя, обманывали? Или же, чтобы они тут же тебе шли навстречу, помогали, тут же тебя в чем-то поддержали, в чем ты нуждаешься? Вот если ты хочешь, чтобы тебя поддерживали, то ты поддерживай других. Ты хочешь, чтобы другие помогали тебе? Значит, ты помогай другим. Ты хочешь, чтобы к тебе относились с открытым искренним сердцем? Вот так ты и относись к другим. И на самом деле, вот в чем основная беда каждого из нас и, наверное, всего человечества? В том, что мы все время ищем, что другие должны нас обслуживать, что они должны всегда идти нам навстречу, должны нам все время что-то сделать. А сами мы не спешим. Мы зачастую говорим так, что, ну, если вот другой человек, он пойдет мне навстречу, то и я ему тоже пойду навстречу. Если он поступит со мной хорошо, то и я с ним хорошо поступлю. Ну, а так как вот он там голос повысил на меня, да, так как он там поступил не так, как я сам рассчитывал, то и я ему навстречу не пойду. И человечество подобно вот как таким змеям, которых посадили в мешочек, где они там друг с другом переплетаются, шипят друг на друга, кусают, жалят. Вот вроде бы они вместе друг с другом, но при этом не могут друг с другом ужиться. И вот что мы наблюдаем в реальности, что даже, допустим, два каких-нибудь маленьких народа, они не могут поделить какой-то вот один район. И начинают друг с другом настолько воевать, что проливается кровь, что друг друга уничтожают. И достаточно одному народу победить, другой как. Тут же начнутся тоже вот эти зачистки, кого-то будут вырезать, изгонять, уничтожать. То есть человечество, оно подобно таким вот существам, которые уничтожают сами себя. А из-за чего это происходит? Именно из-за того, что мы все время ждем, что другие должны нам все, а сами мы не хотим ничего. Но Спаситель, он дает вот это такое правило. Понятно, что трудно выстроить это в межгосударственных отношениях, но в нашей личной бытовой жизни, в личной бытовой жизни, пожалуй, это является вот тем, что могло бы преобразить нашу жизнь и возвысить ее. А Спаситель продолжает. «И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают». То есть тут есть некий такой взаиморасчет. «Ты мне, я тебе». Вот, «ты мне сделал добро, то я тебе сделаю добро». И получается так, что у нас, собственно, и нет внутри никакого добра, а просто мы везде ищем какой-то личной выгоды, корысти. Вспоминается из «Жития святого Андрея Христа ради юродивого», как однажды его били, плевали, пинали. Ну, понятно, он вел такой вот образ жизни юродивого, да, то есть как бы имитируя безумство. Поэтому не все могли это понять. И поэтому его кто-то там отпихивал, кто-то там ему и пинка давал, и обзывал его. И произошло как-то интересное такое дело, когда святой Андрей, он увидел, что бесы записывают грехи вот этих людей, которые его пинают и оскорбляют. То есть, да, они поступали, эти люди, несправедливо по отношению к Христа ради юродивому, и бесы записывали вот эти их грехи. И тогда святой Андрей стал молиться Богу, чтобы Господь стер эти записи. И действительно, вот молитвенной силой святого Андрея вот эти записи были стерты, и как затем говорил Андрей Христа ради юродивый, он говорил буквально так вот в житии сказано, что «я умолил грозного своего владыку, чтобы он стер вот эти вот записи грехов этих людей, потому что они делали то, что не ведали. Они считали меня безумцем, поэтому так вот несправедливо поступали». То есть мы видим, что святой Андрей, он был по своей душе как раз вот выше тех, кто находился вокруг него. Они его оскорбляют, а он молится о их спасении. И получается так, что вот его сердце, оно шире, чем их сердца. Добро, которое в его сердце, оно сильнее того, что находилось в душах этих людей. И вот именно такие люди на самом деле являются вот солью земли, и к этому призывает нас Евангелие. Вот Спаситель еще говорит, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Ну, казалось бы, вот мы скажем, что это совершенно какое-то нереальное правило давать кому-то не взаймы, так сказать, а насовсем. Но поделюсь вот небольшим таким опытом, что я знаю именно таких людей, которые именно, вот когда их просишь о помощи, они не взаймы дают, а они дают именно насовсем. Они, конечно, не могут вообще все свое отдать, но вот сколько есть у них, они дают, и дают это насовсем, потому что если ты приходишь в нужде, да, то значит, у тебя ничего нет. А дать взаймы человеку, это значит, что все равно оставить его в нужде, то есть ты на какое-то время ему даешь, а потом требуешь это обратно, и получается, что человек к этой нужде вернется. И вот эти люди, они действительно дают не взаймы, а дают насовсем, но при этом удивительным образом, что у самих этих людей никогда нет скудости, то есть Господь их благословляет за то, что они не ждали возвращения своих долгов, а отдавали насовсем, не ожидая взамен. Господь их благословлял и давал им даже в материальном смысле еще больше. Хотя, конечно, суть духовной жизни, она не в этом, и прежде всего Господь благословляет таких людей благодатью Святого Духа. И вот Спаситель, Спаситель, он как раз и показывает тот основной критерий, который должен бы отличать христианина. Понятно, что мы вот не очень этому соответствуем, но в этом как раз вот уникальность Господа нашего Иисуса Христа, который сам жил так. И вот эта вот чистая, искренняя, беззаветная любовь, которую Он явил, она вот как свет разливается вокруг, не всегда мы можем воспринять этот свет, но без света мы угаснем. Вот Спаситель говорит, «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Оказывается, что Господь, Он вот не ищет, за что бы наказать человека. То есть Господь, Он весь есть любовь, весь есть милость, благо, и даже когда человек оступается, то часто Господь не спешит его наказывать, а вот какое-то время вразумляет, и ожидает исправления. И вот христианин, он призван к тому же самому. Вот Виктор Гюго написал такой интересный роман, «Отверженные», и там приводится весьма показательный пример, как один каторжник, Жан Вальжан, освободившись, не знает, где приткнуться, не находит себе приюта, и вот он останавливается на ночлег у епископа. Епископа, который старался вести внимательную духовную жизнь. И ночью Жан Вальжан просыпается и не может совладать со своей порочной натурой, собирает всю серебряную посуду в этом доме и уходит. То есть фактически обкрадывает епископа, который его приютил. Ну, утром епископ говорит, «Ну что ж, мы несправедливо владели этим серебром, о чем говорить? Ведь мы же должны делиться с бедными, а этот человек, несомненно, бедный, значит, ему и должно принадлежать это серебро». Но вот тут вдруг жандармы хватают этого Жана Вальжана, приводят к епископу, каторжник бывший весь трясется от страха, а епископ спокойно говорит, «Почему же вы не взяли еще и подсвечники? Ведь я же не только подарил вам эту серебряную посуду, но просил еще взять и подсвечники». То есть он пытается, он действительно прикрыл вот это согрешение, это преступление беглого, не беглого, освободившегося, каторжника. И вот это милосердие епископа, которого вроде бы обворовал Жан Вальжан, оно произвело на него такое сильное действие, что он решительно поменял свою жизнь. Вот в этом вся суть, что когда мы действительно возвышаемся над этой грызней нашего грешного мира и вдруг неожиданно проявляем любовь к тем, кто вроде бы делает нам зло, а делают-то они зло почему? По немощи своей. Вот в чем все дело. Если какой-то человек нас обворовал или предал или обманул, то он поступил так по своей слабости, и его надо только пожалеть, потому что своей греховной слабостью он губит себя. Он не нас губит, он не нам причиняет вред. Ну да, где-то он досадил нам, где-то пусть он временную сердечную боль нам причинил, но ведь себе-то он вредит, он вредит своей бессмертной участи, поэтому такого человека надо пожалеть и помолиться о нем. Вот как об этом говорил преподобный Силуан Афонский, что христианство, оно познается только по одному единственному критерию. Это, вы знаете, какой это критерий? Это любовь к врагам. Вот если у тебя нет любви к врагам, значит, ты еще пока вот не христианин. Ты сочувствуешь христианству, да, ты восхищаешься идеалами Евангелия, даже, может быть, в храм ходишь, но если нет любви к врагам, то значит, вот еще ты не стяжал духа Христова. То есть, любить-то надо... Любящих нас мы и так полюбим, любящих нас мы и так полюбим, а любить надо стараться прежде всего врагов. И когда вот любовь к врагам начинает преобладать, то тогда и сами враги преображаются. Вот тоже у Генриха Сынкевича Ка Магридеша там описывается, как один тоже негодный человек, Хилон, он доносит на христиан, ну, фактически, не то, что доносит, а оговаривает их. Якобы они произвели поджог в Риме и начинают тогда казнить самих христиан, тоже предавать их казням. Ну, действительно, мы знаем из истории, что в Риме 62-й или 64-й год, вот сейчас не помню, был действительно большой пожар, и Нерон велел подыскать виновных, потому что виноват на самом деле был он сам в поджоге Рима. Ну, и подыскали христиан, вот стали их казнить. И Генрих Сынкевич это описывает в своем произведении, ну, описывает так, что вот этот вот Хилон донес на христиане. Но тут что самое главное, то, что вот он находится рядом с казнимыми христианами и вдруг видит, что они его прощают, будучи даже сами сжигаемы в пламени находясь, прощают и молятся о его спасении. И это на него тоже производит такое потрясающее действие, что он сам начинает уже исповедовать Христа и готов тоже пострадать за Христа. И вот это вот произведение Камы Гридеши в этом смысле оно действительно отражает вот то, что христианство принесло, что появилась любовь к врагам. Вот казалось бы, ну, эта религия, она просто вот неустойчива совершенно, она не может выдержать реальной жизни, тут же рухнет. Нет, оказалось, что не только вот сам Христос, да, да, он был распят, но он и воскрес, вот она первая победа, но и все христианство, которое являло любовь к врагам, оно и стало врагов привлекать к себе через эту любовь, потому что душа оттаивает только от сердечного тепла, и враги становятся друзьями, особенно когда ты о них молишься, назло отвечаешь добром. Вот, и это на протяжении всей истории, и Спаситель говорит, что, заключает как свои слова? «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». В другом Евангелии сказано, что «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Ну, вот мы видим, что милосердие – это и есть путь к совершенству. Отец небесный совершенен, и совершенство его в том числе выражается в этом милосердии, что Господь ждет обращения каждого, невзирая на то, что человек может быть и блудник, и атеист, и безбожник, и богоборец, но каждый такой человек призывается тоже стать чадом Божиим. И всякая добродетель, на самом деле, всякая добродетель – есть отражение чего-то Божьего. То есть человеческая добродетель, христианская добродетель – это восприятие каких-то Божьих свойств, Божьих качеств, Божьих даров. Будь то любовь, чистая такая, искренняя, потому что Бог есть любовь, и тот, кто любит искренне и чистой, бескорыстной, жертвенной, тот отражает в себе что-то Божье. Будь то смирение, потому что в Боге нет никакой гордости, Господь есть абсолютное смирение. Он терпит человека, невзирая на все его падения, и ради человека Господь сам стал человеком и пострадал за всех нас. И милосердие. Милосердие – это тоже именно Божьи свойства. Когда мы обретаем милосердие, то в этом тоже Богу уподобление. Это уподобление человека Господу через милосердие. Вот дай нам, Господь, стяжать это милосердие, чтобы хотя бы в чем-то быть вместе с Отцом нашим Небесным, ну и учиться, конечно, поступать с другими людьми по совести. То есть, вначале подумать, как бы мы хотели, чтобы с нами поступали другие люди, и вот тем самым образом поступать с ними. Храни всех Божье. До скорой встречи, дорогие братья и сестры!